Вы меняете решительно свою жизнь? Мы какие годы от Баварина? В 87-м освобождено 210 политзаключенных, а до времен этого 8. А вот это вы смотрите. А стоит Баварин, передает мне в частные собственные дома. Владимир Николаевич. Кто может похвалиться? Что мэр города, зэку, передает два дома в частные собственные. Это я с патриархом. Ну, вы по этому адресу и находитесь, ползеного 6? Да, именно, это мой адрес. Это дома, которые переданы. Потому что они нанесли большой ущерб. Вот фильм о нас снимается. Фильм, занявший первое место на международном киноконкурсе. Что-то стоит, наверное? Нас назвали Виском, возрождающий Старасиль. Фильм еще этого я не видел. Да, главу, и посмотрите, который я дал сайт. Это я начальник детского лагеря, старых лет. Это тот, который шофер стоит, это он и ведет. Это дети идут в храм или из храма. Ну, и вот здесь показатели. В самом начале я иду арестованный. Светы летят. Обедки снимок. Фотографии сделали, да? И как шел суд, все опубликовано до одного слова. Вы сейчас не уходите, я буду кратко анонсацию книг давать. Это я в армию сказал. Это моя хозяйка, жена была. А сейчас нету, что ли? Ну, она есть, но она состарилась, конечно. Вот, это приехали бизнесмены в нашу деревню, которую мы строим с нуля. Где нельзя ни пить, ни курить, ни воровать, ни материться. Это мечта любого правителя. И все с нуля. Большая деревня? Ну, небольшая. Как она может быть большая? На таких условиях. Я сказал, краевая администрация говорит, у нас ни одного нельзя, кто бы у вас мог поселиться. Один говорит, другой курит. Третий еще хуже делает. Это, вот это я припомнил университете, я готов вести к этому. То есть я в разных университетах много лет делал занятия. И это все бесплатно. Все. Самого высокого класса. Парламентская библиотека. То есть Госдума Российской Федерации. Посмотрите. Тут я не знаю, не пищать. А это историческая. По значимости третья в стране библиотеки. Мы отдали, где мы уже проехали везде. Показать. Самара. Умская. Это большие библиотеки. Красноярский край. Это Абакан, Хакасия. Вмещательно. То есть эти книги. Последние четырех постных подарок Путина не видел. Ну, с экстремистской литературой туда ни один не ссорится. Дальше. Точка, что мы проехали сейчас по нижнюю части. Сейчас, подождите, еще чуть-чуть подождать. Так положите. Вот. Положите. Сейчас, подождите, сейчас я это тоже посмотрю, пожалуйста. Где мы сейчас были. Это где? Книгурия Стреор. О, дальше. Это ваши соседи все пошли. Альтером совсем рядом. Строски. Это мы тем кругом прошли. Сейчас мы идем на камеру. Последний. У них только 21 книга. Их 30 тысяч. Пока там заложите. Трехтомник. Переиздан. Трехтомник Нового Заяда. Впервые за 2000 лет вышел материал такой, что полностью толкован, растолкован Новый Заяд по святым отцам. С опровержением самых современных сектантских толкований. И вот 2000 экземпляров стоимость завалила за миллион. Сегодня вообще невозможно под эти книги издавать. Но они изданы. И под постом вот эти книги в подарок Путину Медведеву Патриарху. Спрашивают, где же деньги брать? Ну такие. Ну я называю цифры. Но они ответили вам. Патриарх. Посмотрите, пожалуйста. Слух можете просчитать? Вот спонсор один из них. Считайте. Это президент химической компании, всемирные известные. А у него несчастье было, что жена с мужем погибли. Он храм построил. А священник дал ему одну из моих книг. И сразу вопрос. Говорит, а как он их издает? У него ничего нет. А как издает? Ну помогает. Он тоже перечислил деньги. Ну если он одну книгу перечислил, а остальные. А на остальные? Есть такая организация, Алтопресс. И свободные курсы издают. Генеральный директор. На фотовыводы 250. Главный банкир Края Песоцкий. Все сбербанки его. Это главный финансист. Они финансируют. Они, это малая часть тех, которые... Я скажу, что у меня один из самых близких, это прокурор Края. Большой Параскун. То есть, краевой судья Пашков. То есть, у меня мэр города. То есть, такие высокие люди, которых я... Представь, у них ложка под ногами. Дальше. Вот это одна книга. Ее больше нигде нет. Слышали такого священника Александра Меню убили? Да. Вот в этой книге наши с ним беседы приватные. Их нигде в мире больше нет. Они изданы. А что вы проверили? Там в аудио на сайте. Есть, да? Да. В аудио. Вот 20-й том. То есть, ему просто нет нигде. А теперь, вот насчет 26-го тома мы сразу говорим. Сейчас. Обратите сюда внимание, пожалуйста. Ее на руки нежелательно. Ее сразу сметают с прилавкой. Это 300 поэтов России за 300 лет по определенной тематике. 300 поэтов. Вот я не просто веру. Или ей понятие такое я веру. Еще я говорю, как кланяться только. Нет. 300 поэтов России. Без Евгения Тушенко мне бы просто не провернуть. Это 20 тысяч файлов. Допустим, какое участие поэты приняли в подготовке революции? Я могу задать на любой аудитории. Никто не скажет. У меня Максимилиан Волошин. Стихотворение тут стоит. Второе. Иван Бунин. Лауреат Нобелевской премии. Стихотворение. На каждый вопрос 6 поэтов. На каждый вопрос 6 поэтов. То есть, 20 тысяч файлов, и нужно было так вот стоять на капитре, раскручивать. Мне Бог дал это. И вот это для литераторов. А всех негде шиты. Ни одной склеенной нет. На всетной бумаге. Вот, посмотрите. Это идет крещение. Это обратно проводит. Это принявшие крещение. Только что приняли. На мелованной бумаге фотографии. 64 фотографии. Вот отдельно. Один тонн. Еще внимание. Любимый свет мусульман. Зеленый. Здесь разобран полностью. Коран. Все до одной сура и аяты. В сравнении с Библией. 1300 лет. Что о них было сказано. Как нам прийти к мирной жизни. Поэтому эти беседы об экстремизме и прочее. Я не где-то веду. В милиции. В краевом УВД. Ну, это из их органов. Они за мной приезжают. Когда мы последний раз проводили. Так, повторите. Последний раз когда вы проводили. Это уже давно. Может быть, лет 6 назад. Это уже не мой возраст. Это уже можно сказать. Я отошел. Я полностью отошел сейчас этого. У меня другие дела. Вот. Вот это вот. Это старобрядчество. Книга посвящена за 380 лет старобрядцам. Все самое лучшее. Что было? Вот второй дом, где-то он лежит. Вот. Это как беседовать с сектантами. С баптистами. Почему у них нет икон. Вот они нападают на нас. Как им отвечать. Потому в моем доме обратилась только сектантка, как нигде во всей России. Вот посмотрите. Сектант православный. Сектант. Я миссионер. И они сейчас трудятся батюшками православной церкви. Приняли крещение. Тут еще что-то какое-то хотел показать. Но это первые у меня стихи. Самое трудное далась эта симфония. Вот. На 11 книг анонических книг, которые сектанты не признают. Вот она выпущена по благословению. По одному слову, как найти, где это написано. Это у нас концерт ставит деревня, которую мы строили. Ребятишки. Это благовестники. Всего шарщина были. Раздавить Евангелие. Потому что приехал патриарх Кирилл и говорит. Состояние церкви с севера на востоке. Духовная развалена террель. Все упустили. Все сектанты захватили. И он призывает священника всех выйти на распуть и менять тактику. Иначе, говорит, в 50 лет, Андрей Кураев говорит, здесь будет московский халифат, а не московский патриархат. Видите, какие темы. Ну, их зрубировали, конечно, по вопросам. Они задавались не в таком, а они в разобранном. Далее. У вас очень хорошее здесь выражение Дмитрия Сергеевича Нехачева. Я вот как раз об этом хотел сказать. Мы людей привлекаем к библиотеке, говоря, что библиотека не ниже администрации. Никак. Иначе руководить будет нечем, просто толпа будет. Здесь истоки всей культуры тысячелетней. И мы оставляем эти дизетки, чтобы читать или просто, когда там сайт, телефон, это все открыто, вот они лежат. Так. Я вам показал, которые все готовы принять. Значит, нам нужно только число, печать и название библиотеки. Больше ничего не нужно. В момент, как сайт-то печать положил, был полновластный хозяин. Все библиотеки. Библиотеки, это книги эти все направлены. Вот она, видите, где мы, в каких клубах выступаем. Вот. Вот как раз Сергей стоит здесь. Вот он. Его, посмотрите. Вот он сзади стоит. Это в нашей деревне с нуля строится. Где православное правило. Это я в храме проповедую. Дети скандируют. Россия должна встать. Да более патриотичного лозунга ты сегодня не придумаешь. Пожалуйста. Это вот мой брат идет, крестный ход, коропление. Не у сектантов, не у кого, у них просто нет. Вы знаете, у них ни облащения нет. Это священник ко мне приехал. Это, кажется, концерт идет в деревне. Постающий день в деревне. Так, все. Больше мне показывать нечего. Мы были там в милиции. Мы искали вас, зашли. Нам один час очень дорог. Мы получили над задержкой. Найти, чтобы. Пожалуйста. Вопросы с вашей стороны. Ко мне вопросы какие-нибудь. Нет, мне сейчас вот копию надо будет сделать. Давай, сделаем. Я вам дам. Вы пока это подпишите. О, нет, это чистый. Я сейчас дам вам. Тогда не надо, я возьму. Нет, это я только копию. У меня как раз на все. А, на все. На все. Я не могу просто так. Мы доезжаем. А, камни серков. Да, камни серков. А, камни серков. А, нет, сейчас вот серков. Ну, хорошо. Кто любит, жену, белоков, кто любит. Собака какая-то хоть. Да. Так, ты хотел бы выйти на свободу? Это самые больные. Хотел. А теперь помни. Голодовка имеет смысл сожилиться, когда тебе на свободе помогают. А тут ты сдох никому не нужен. Туберкулез есть? Он говорит, опять я говорю, туберкулезники. Но так как вы не едите, он вас жирает. Согласна? Да, согласна. Так, я обещаюсь, я иду к прокурору края. Иду к главе администрации края. Напишу в генеральную прокуратуру. Что требуется, это постараемся достать. Но сегодня, за вечером, это будет пост. Не голодовка. А завтра, суббота, следующий день, воскресенье. Вы принесли яйца, крашенные все. Как начальник жизни проработал, не видал такого. А тут ничего особенного нет. Просто это люди, которых не в Китай отошлют. Они к нам вернутся. А теперь этот человек встретится, так, если заполнить название библиотеки, и подпись расшифровать, и число. Видите, какая-то огромная работа с каждой душой. Их не в Китай лучше, то есть тюрьмы. А люди к нам придут. И вот она идет с работы, останется живая. Вся моя работа оправдала себя. А я их сколько знаю, которые на истинный путь стали. Благодаря тому, что читали книги. То есть самое лучшее это в Шишковку позвонить. Или зайти в интернет. Вы в Google зайдете. Одно слово заведите. Игнатий, больше не надо. Сразу компьютер вырастет лапки. А дальше вы начнете, сотни страниц пойдут. Мною начинтанное. Аудио, Библия, Архипелаг, Гулаг. Зато с этого нигде больше нет. Это только на нашей странице. А которые берут, они стоят на нашу страницу. Я правообладатель. Все, ясно. Мы только даем, ничего не берем. До свидания. Вы только, пожалуйста, войдите на наш сайт. Сейчас зайдем и на сайт, и везде. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания.